Оффроуд по-питерски или по бездорожью с благотворительной целью. Впервые Центр реабилитации диких животных «Велес» совместно с Клубом автомобильного туризма «Лось» провели благотворительный заезд. Участники клуба проехали более 100 километров по самым непроходимым дорогам области. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным центрам. Эти суммы пойдут на первоочередные нужды. Сейчас это подготовка к зиме вольеров, закупка кормов. И вот сейчас это пойдет на первоочередное, не на какие-то долгосрочные перспективы. Потому что сейчас у Центра очень много расходов, очень много питомцев, нужно очень много, опять же, повторюсь, строить. Так что пойдет на первичные расходы Центра. Подобная помощь от любителей экстремального вождения поступила впервые. Сегодня Центр готовится к осеннему сезону и любой взнос будет ощутим. Провести активно выходные с пользой и помочь животным может каждый. Главное – желание и наличие внедорожника. Маршрут выбран действительно экстремальный. Новичкам только от вида трассы станет жутко. Однако опыты автовладельцы уверены в ней. Внедорожность, она состоит как бы из двух больших разделов. Первый – это залезть в болото. И там в болоте на специально оборудованной машине проехать за день 3 километра. Но это тоже как бы имеет право на жизнь. А есть внедорожность, как бы сказать, прикладная. Когда мы при помощи автомобиля доезжаем до каких-то мест, где ей действительно интересно. Помимо экстрима, экскурсионная составляющая – важная часть маршрута. Участники посещают доты, линии Маннергейма, памятники финской и Великой Отечественной войн, исторические достопримечательности и природные артефакты. Ну, да, конечно, здесь очень много именно войны. То есть это линии Карельского укрепленного района, ВТ-линия, линии Маннергейма, доты, дзоты, памятники. Братские могилы времен Гражданской войны, времен Отечественной войны. И за долгое время, пока мы ездили по области, у нас накопилось много каких-то точек, которые временами хотелось бы увидеть. Подобный вид туризма в Петербурге развивается уже давно. А стать участником может каждый. Не только активные выходные, но и полезные. Туризм сам по себе есть хобби. Это же, собственно говоря, хобби – это то, чем ты занимаешься для собственного удовольствия. Нас же никто не заставляет ходить в горы, плыть на байдарках по реке или ехать на машине куда-то. Это хобби. Данный маршрут класса «Лайт» рассчитан на неполноприводных автолюбителей, желающих активно отдохнуть в хорошей компании. Команда из трех автомобилей проходит по маршруту от Питера до Выборга. Экстрим и благотворительность. Пожалуй, такой синтез для Петербурга в новинку на удачный старт может стать залогом хорошей традиции.